48-летний таксист был убит ночью в Бугульме. По данным следствия, мужчина стал жертвой пассажиров, которых он сам привез из Ознакаева. Нетрезвые молодые люди отказались платить за поездку. Это и стало причиной конфликта, в ходе которого водителя ударили ножом в спину. И пока тяжело раненый мужчина просил прохожих о помощи, его клиенты искали, чем у него можно поживиться, и заметали следы. Нафиса Минязова с подробностями. Приехали сюда. С таксистом произошла перепалка. Они вызвали такси Вознакаева. Конечной точкой указали Бугульму. Когда приехали на место, мужчина назвал пассажирам сумму, которую они должны были за поездку. Но молодым людям это показалось слишком много. К этому времени они были уже нетрезвые, пили алкоголь всю дорогу. Отказ платить и стал причиной конфликта. Между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек, сидевший на переднем пассажирском сидении, достал из кармана нож и ударил им в спину таксиста. Потерпевшись, мог выбежать из салона автомобиля и, скрывшись, попросил помощи у парохожих. Пассажиры же тем временем стали заметать следы. Дальше что-то брали. Забрал вещи из машины, пошел к машине, ушел. Медики доставили раненого 48-летнего мужчину в больницу, но спасти его не смогли. Он скончался, не приходя в сознание. Знакомые мужчины рассказывают, что он успел сообщить им о нервных пассажирах, которые требовали убрать телефон и пропал. Не отвечал на звонки. Уже к утру узнали, что мужчина скончался в реанимации и некоторые подробности той поездки. Сейчас женщина боится и сама, поэтому просила не называть имени. Они просили катать его по бугульме. То есть он два часа их катал по бугульме. Потом в итоге, короче, они просили деньги на наркотики. Он уж отказался. Пока с одним, короче, он там, у них потасовка была. Другой вышел из машины и пырнул его в спину. Подозреваемых полицейские разыскали быстро. Ими оказались два молодых человека. Одному жителю Ознакаева 25 лет. Его товарищу уроженцу Чистополя 23 года. Оба были задержаны по горячим следам нарядом патрульно-постовой службы. По данному факту, следственными оргами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Торстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого мира пресечения в виде заключения под стражу. Оба задержанных содеянным признались. К слову, у обоих есть непогашенные судимости. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. А в селе Куакбаш Лениногорского района по подозрению в убийстве своей сестры задержали 51-летнюю ранее судимую женщину. Следователи установили, что сестры и сожитель подозреваемой распивали спиртные напитки. Женщины поругались. Затем младшая сестер, которая готовила на кухне еду, взяла нож и ударила им с живота, лежащую на диване 57-летнюю женщину. После этого сестра обратилась за медицинской помощью. Однако приезд медиков женщина скончалась. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на восстановление всех обстоятельств произошедшего. Продолжение следует...